Сколькими способами можно расставить N ферзей на доске N на N так, чтобы ни один из них не бил другого? Задача, которая давно интересует математиков. Одного ферзя на единственной клетке можно расположить единственным образом. Будет стоять мирно, никого не трогать. Двух ферзей на доске 2 на 2 как ни крути, мирным образом не расставить. Ведь напомню, ферзь бьет все клетки, стоящие с ним на одной горизонтали, вертикали или диагонали. На доске 3 на 3 также не удастся расставить трех ферзей в неатакующую позицию. А вот в случае 4 на 4 можно. Как думаете, сколькими способами? Понятно, что на каждой вертикали может находиться единственный ферзь. Так что мы легко сможем перебрать все варианты, рассматривая вертикали слева направо, нумеруя соответствующим образом ферзей. Если первый ферзь стоит на поле A1, то второй либо может стоять на B3, но тогда третьего некуда ставить, либо может стоять на B4, но тогда третий должен стоять на C2, а четвертому места уже не хватит. Противоречие. Понятно, что если первый ферзь стоит и на поле A4, то получаем точно такое же противоречие. Доска квадратная и симметрично относительно горизонтальной бимедианы. Эта симметрия будет важна в дальнейшем, так что призадумайтесь. В сущности остается поставить первого ферзя на поле A2 и рассмотреть возможные расстановки. Второй железный идет на поле B4, третий на C1, четвертый на D3, и вот первая расстановка. Но, как вы помните, еще одну можно получить в подарок за счет зеркальной симметрии. Их других, очевидно, нет, поскольку мы перебрали все варианты расположения, начиная с первого ферзя. Таким образом, для N равного 4 Ом задача решена. Существует ровно две расстановки. Попробуйте на досуге решить задачу для доски 5 на 5 или 6 на 6. Это посильно каждому из вас без помощи компьютера. Впервые подобную задачу сформулировал Макс Безель в 1848 году для 8 ферзей на шахматной доске. Через два года после этого первое решение нашел Франц Наук, и он же обобщил задачу на N ферзей. Интересно, что задачей о 8 королевах заинтересовался король математики Гаусс. Говорят, он сначала совершил ошибку, но позже ее исправил. Проблема расстановки ферзей использовалась в компьютерных науках. На этом сюжете в 1958 году впервые был реализован поиск с возвратом, а в 1972-м нидерландский ученый Эдсгер Дейкстра демонстрировал возможности структурного программирования. Задача также использовалась для теста качества искусственного интеллекта. Этот подход критиковался, и как оказалось, зря. Прежде чем мы разберемся с доской 8 на 8, хочу кое-что сказать насчет программирования. Но не вздумайте проматывать, это важно. Вы наверняка часто видите рекламу курсов Python, в том числе от меня. Поскольку сам пишу все анимации с помощью Python, считаю справедливым ответить на вопрос, который нередко задают. Как лично я изучал этот язык? Все очень просто. Есть целая серия интерактивных курсов на степике «Поколение Python». Кажется, это самый популярный курс во всем Рунете. Причем продвигается он за счет качества и доступности, а не рекламы. Его рекомендуют сами ученики. Курс для новичков вообще бесплатный, и для продвинутых тоже бесплатный. Теория дана, как в хороших книгах. А возможность писать код прямо на платформе и система тестирования ДЗ мне позволила уже через неделю после старта начать писать код для создания анимаций. Большое комьюнити открывает новые идеи и приемы. Освойте Python прямо сейчас, летом, пока есть время. Особенно, если вы новичок в программировании, но интересуетесь математикой. Очень полезно для собственных исследований, преподаваний и визуализации. Ссылка в описании. Для тех же, у кого есть основы, кто хочет работать в этом направлении или уже работает, берите курс для профессионалов. Тут уже уникальный материал, который поможет в реальных проектах. В другой раз расскажу о нем подробнее, а пока что делюсь промокодом для скидки в 30%. Просто так вы эту скидку не найдете, используйте без промедлений. Напоследок скажу о четвертом курсе, который с удовольствием прохожу прямо сейчас. Это объектно-ориентированное программирование. Необходимая вещь, которой не хватает многим самоучкам. Нынешний ролик я смог сделать только потому, что разобрался, как создать свой собственный класс для шахматной доски и фигур, внедрить переменные экземпляров класса. Все, кто изучает библиотеку Manium, обязательно сегодня берите курс по ООП и проходите летом. Если раздобуду скидку, промокод будет в описании. Ну а сейчас мы попробуем вычислить количество подходящих расстановок для классической шахматной доски. Для этого полезно переформулировать задачу иначе. Представьте себе матрицу 8 на 8. В тех ячейках, где стоят ферзи, напишем единички, а все прочие заполним нулями. По условию, два ферзя не могут находиться на одной вертикали. Значит, в одном столбце не может быть две единички. С горизонталями то же самое. С учетом того, что ферзей всего 8, делаем вывод. На каждой вертикали должен находиться ровно один ферзь. И на каждой горизонтали должен быть единственный ферзь. В терминах матриц сумма элементов любого столбца должна равняться единице, ровно как и сумма элементов любой строки. И это уже сильно упрощает жизнь. Если помните, мы решали задачу расстановки 8 ладей. И сейчас дошли до того же этапа. Но ферзь, в отличие от ладьи, может бить по диагонали. Значит, вдобавок требуется, чтобы сумма элементов на каждой диагонали не превосходила единицы. И тут, конечно, придется делать перебор. Но как же его смогли осуществить математики прошлого? Тут-то нас и выручает важнейшая математическая концепция. Симметрия. Мы уже упоминали ее для меньшей размерности. Но для классической доски все гораздо интереснее. Представьте, что мы нашли подходящую расстановку, изображенную на рисунке. Как и раньше, симметрия относительно горизонтальной оси дает новую расстановку. И еще одну, в отличие от доски 4х4, симметрия относительно вертикальной оси. Это не все. Симметрия относительно диагонали вновь может подарить нечто новое. И, к счастью, у квадрата таких диагоналей две. Стало быть, одна комбинация размножается вплоть до пяти других. Но есть еще один тип движения. Поворот вокруг центра доски. Каждую из пяти полученных ранее расстановок можно повернуть на 90, 180 или 270 градусов. Только стоит отметить, что в конечном счете мы получаем не 20 расстановок из одной фундаментальной, а чаще всего 8. Некоторые пары типов движений дают одинаковый результат. В конечном счете, в классической задаче расстановки 8 ферзей существует дюжина фундаментальных расстановок, которые порождают в общей сложности 92 способа расставить 8 ферзей на шахматной доске так, чтобы они не били друг друга. Теперь рассмотрим доску 10 на 10. Представьте, что на ней уже стоят 7 ферзей в мерной позиции. И требуется поставить еще 3 ферзя так, чтобы завершить не атакующую расстановку. Либо же показать, что это невозможно. Лишь в 2017 году было доказано, что общая задача такого типа является НП полной. Упрощенно говоря, если вы придумаете полиномиальный алгоритм для ее решения, Институт Клей выплатит вам 1 миллион долларов. Ведь вы, решив одну проблему, тут же найдете полиномиальный алгоритм для решения других задач, которые очень важны в нашей жизни. Ну а сейчас напомню главный вопрос, который открывал видео. Сколько мерных расстановок N ферзей существует для доски N на N? Врисовывается последовательность 1, 0, 0, 2, 10, 4, 40, 92, 352, 724. Что дальше? Или, что интереснее, как ведет себя эта функция, которую будем обозначать Куатен, на бесконечности? Только представьте, эту полуторавековую проблему решил буквально два года назад математик-одиночка Майкл Симкин. В научно-популярных изданиях сообщают об оценке следующего вида. 143 тысячных N в степени N. Но в открытом доступе есть припринт статьи, в которой теорема сформулирована точнее. Существует такая константа альфа из указанного интервала, что предел вот такого отношения равен E в степени минус альфа. Причем посмотрите на предыдущие результаты в этой области. Показатели степеней экспоненты слева и справа. Раньше было известно, что альфа некоторое число от 1,58 до 3. Сейчас же Майкл Симкин в сущности определил это значение в 100 раз точнее. Ссылку на статью оставлю в описании. Но имейте в виду, что это еще не ответ на вопрос о любом значении функции Q от N. Мало того, границы значений альфа тоже можно улучшить. То есть был сделан огромный рывок. Но проблема по-прежнему открыта. Так что мыслите критически, занимайтесь математикой. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok